здравствуйте здравствуйте дорогие слушатели рада вас всех приветствовать сегодня эфир веду я сель для меня это большая честь всегда с каждым учеником рассказывать вам его историю его результаты их результаты сегодня у нас на эфиры на эфире будет семейная пара данияр и агзия царсеновы так вот я вижу от них запрос здравствуйте 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 рада вас привет я выключу комментарии чтобы они не отвлекали представьтесь пожалуйста меня зовут спросила данияр мне 39 лет я из алматы по профессии я предприниматель моя супруга агзия меня зовут агзия меня джасы мотоцикл а мне мамандыгым муэллэм тазад тэрмен на депетфэн нэг муэллэм Очень приятно. Вы так гармонично смотритесь, очень красиво и приятно. Спасибо. Любоватно, приятно. Как вы узнали о пятом? В этом курсе я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Продолжение следует... 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 видели её хорошее настроение, прекрасное здоровье, да, а у вас тем временем был силишний досып, да, вы не высыпались, у вас очень низкая, низкая была энергия, да, вы уставали буквально быстро и часто, уставали, не было сил там говорить, да, и более глубинные вопросы вы задавались вопросами, да, вот про ваше предназначение, чем вам заниматься в жизни, и как Макпал говорит, на медитациях есть такая прекрасная техника, где она говорит, вдох, это ваше рождение, маленькая пауза, это ваш выдох, это смерть, ну, то есть уход, и это законы природы, это такой вот круг, который, ну, незыблем, да, он постоянно цикличен, это всегда так рождение, жизнь, и мы сразу стали задумываться, насколько вот эта вот пауза, да, насколько она коротка, и если это положить на отрезок нашей жизни, то действительно начинаешь осознаваться и понимать, что больше времени мы как в спячке проводим, да, так вот всё, механические движения, всё вот быт такое всё, а хочется сделать какой-то вклад, да, в мир, в человечество, это не обязательно какие-то там грандиозные, масштабные, ну, дела, это… Совершенно нет. Проживание в жизни. Абсолютно нет. По большей степени. Да. Данияр, Азия, следующий вопрос. С какими запросами вот пришли, нам уже стало понятно, да, и теперь какие результаты вы получили, что вам понравилось, да, что произошло на пятом элементе? В целом я уже realizал свой принципы, поэтому я жалオх slave. Предположите, что произошло на пятом элементе, безусловно, я不好, но не было. И тогда created свой post to buy аж получилевой продукты я. И поэтому покажал их понêter. Ты diyorum. Ты ли mãе на пятом элементе меня? У меня нет, это правда, как реально. Да, да. Тогда я докажался, да? Может, у меня мне стояпр enquanto выполнят? Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо! 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 Спасибо за просмотр! 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 Спасибо! Спасибо за просмотр! 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 Спасибо! Брат! Спасибо за просмотр! 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 Потом по результатам здоровья. Я тоже, ну я сам по идее стройный, но я всё равно сбросил 5 килограмм. У нас с Урагой одинаковый результат в этом. Потом у меня начала появляться энергия, энергия к жизни, к познанию, к интересу. Потому что слушая программу «Пятого элемента», вы знаете, есть хорошее выражение «Великие истины всегда просты». Когда мы все знаем, что в здоровом теле здоровый дух, мы все знаем, что все болезни от нервов, мы все знаем, что имя — это судьба, мы все знаем, что вода — это жизнь и так далее, и так далее. Но вот тот кластер мудрости, который зашифрован в этих двух, одном-двух положениях, и чтобы его раскрыть, например, и показать нам, что хорошо оказывается тело, это храм для души, и он должен быть чистым. То есть показать нам эти истины совсем с другой стороны, и восприятие наше изменилось к этим простым истинам. И буквально мы стали расцветать, и у нас с супругой появились общие темы. Вот мы оба сокурсника, то есть мы сначала сделали себе план, расписание, мы начали с предобучения, и этап за этапом, этап за этапом начали посмотреть совместные уроки, делать лекции, делать практики. Самое важное — делать практики совместные. что там ещё мы делали, записывали. И потом самое главное, вот у Махпал Ханым, когда идут эфиры там и так далее, мы конспектировали их, и перед сном мы с супругой, у нас был прям дискуссионный час. Вот сидели, лежали, посели и обсуждали, а вот это как, а вот это как, как у нас работа после эфира начиналась. Да, поддержка мощная, семейная, друг к другу как два полноценных партнёра, как близкие друг к другу люди, которые чувствуют тонко душу друг друга, не боятся говорить на эту тему, более того, друг к другу начинают раскрывать. А как ты понял? А как я поняла? Это намного облегчает путь, и потом мы не стесняемся слёз друг друга. То есть мы плачем. Обычно как парни, мужчины, они стесняются свои слёзы, мы не стесняемся. Да, потому что идут осознавания. Ну, у вас уже такой уровень, на самом деле, высокий, да, уровень чистый и на, ну, высокие вибрации в вашей семье, что вас уже, вам уже ничего не страшно, вы уже над всеми этими, ну, то есть никакие, никакие жизненные там препятствия, да, жизненно всё равно же идёт, да, и никто не понимает, что она будет только всегда там в цветочках и ягодках, жизнь, она такая цикличная и преподносит нам всегда уроки, вот, но я вам желаю лёгкой, интересной, изобильной жизни, но, тем не менее, у вас уже настолько мудрая, глубокая семейная пара, что вам эти уроки будут сплошным удовольствием, да, и лёгкими путями, лёгкими путями, вы их уже будете проходить с улыбкой и с радостью, да, вот, например, те же самые отношения с детьми, да, вот как раньше с подростками, да, вы разговаривали, это что ли урок жизненный, да, и как сейчас вы уже осознаёте, понимаете, как разговаривать нужно с подростками, с детьми, да, что они тоже личности, у них тоже есть свои мысли, да, своё мировосприятие, своё мнение, как говорится, и не нужно его давить там только своим родительским авторитетом, вот как я сказала, я хочу, вот так надо, а вы уже начинаете уважать этого ребёнка, принимать его, и как любящий родитель, ему, ну, совсем по-другому доносить смыслы, объяснять, разговаривать, Даниэль, помню ваш отзыв, там, где вы тоже писали про детей, что раньше вы их ругали, ругали, ругали было дело, а сейчас вы уже стараетесь объяснять детям, да, вот, ну, вот, например, да, яркий пример того, как вы трансформируетесь, и в вашей семье уже ничего не… ну, такие уроки не страшны, наоборот, да, вы раскрываетесь, раскрываетесь, растёте вместе, и в какой благости родится малыш. Да, он будет самым счастливым ребёнком на свете. Я хотел ещё, Асель, немножко добавить касательно детей. Да, вы правы, мы стали чаще с ними разговаривать, вот, буквально перед эфиром тоже, но немножко строго сказали, чтобы никто не заходил, никто не отвлекал, никто не звонил к нам, и так далее, что здесь идёт эфир, работа очень серьёзная, потому что мы хотим поделиться своим опытом с другими людьми, и мы чаще стали говорить, что любим своих детей, мы стали чаще их обнимать, мы чаще стали… Вот у меня был случай, я вёз младшую дочку с женой на уроки рисования, она у нас занимается лепкой, рисованием творческое, и даже стояние в утренней пробке вместе с ней, это вот такое удовольствие, что ты… У меня было ощущение, что я вот везу какого-то прекрасного художника, который сейчас сотворит какое-то чудо, и этот маленький пучок энергии со мной, и свежий не даёт мне время, не просто, что я теряю время в пробке, а тот момент, что я вот с ней, и мы с ней буквально шутим, там, разговариваем, прикалываемся, это вот тот момент, даже эту пробку, даже эту пробку, утреннюю пробку я использую, ну я не использую, свежий не даёт мне возможность прожить эти мгновения, это вот очень бесценный момент, ещё… Да, это очень большое осознание, и потом по улучшениям, я вот хотел рассказать, вы помните нашу младшую дочку, которая с котиком приходила, это на выпускном, это вот я могу сказать, она полтора года занимается рисованием, мы ходим в школу искусств, она лепкой там занимается, и с прошлого года она начала потихоньку продавать свои картины, вот её с подругой у нас на районе знают все, вот у неё есть подружка, они рисуют, они там выходят и так далее, то есть был такой случай у нас, на предобучение на 18 декабря она пошла и купила в супермаркете на 13 тысяч тенге корейской косметики, это вот разные маски, крема там, я не знаю, что-то вот взяли денег у папы подруги на 13 тысяч тенге, ходили по району целый день, распродали это, вышли в плюс, где-то 14 тысяч, по-моему, тенге заработали они, вернули долг, 400 тысяч тенге чистыми заработали, они вернули долг, они вернули долг, потом разделили деньги, потом купили домой продуктов, и с этих денег отдали ещё садаха, сделали садаха, то есть ещё плюс она после этого решила стать бизнесменом, я вот у неё спрашиваю, ты вообще кем хочешь стать по жизни, она мне говорит, я буду художником, хорошо, окей, и чем ты будешь заниматься, я буду продавать картины, хорошо, а ты долго над этим думала, я у неё спрашиваю, она говорит, я не думал, я знаю, то есть у неё ответ, что она знает, и вот она рисует своей картиной, тоже мы с ней ходим, например, сходили в торговый центр Алматы, где они с подружкой тоже, они тоже где-то 10-12 тысяч тенге зарабатывают где-то в неделю, но это вот такие ударные дневники, это вот по финансовой части в улучшении этого, из той темы. И сколько на все деньги? Да, я хочу сказать, дочь у вас маленькая, на самом деле, да, вот с котиком? 8. Сколько ей лет? 8 лет, и она уже зарабатывает, учится зарабатывать, да? Да, я хочу подчеркнуть, в гармоничных семьях, когда родители взрослые, на самом деле взрослые, да, когда они ведут себя как взрослые, как они любящие, когда они осознанные, в таких семьях дети раскрываются, раскрываются как цветочки, да, они чувствуют в своей спиной вашу любовь, опору, и им не страшно, для них мир, для них мир доброжелательный, для них мир изобильный, да, и вот эти вот осознания, это прям, ну, крылья, вы дарите крылья своим детям, чтобы они творили, да. очень, очень, не слышу, потому, что, это, это, Спасибо за просмотр! Да, да, да. Дети наши учителя, очень большие учителя, родители наши учителя, самые сложные, это вот в основном наши близкие, да, наши близкие родители, дети, на них мы постоянно, да, вот они как наши учителя преподают нам уроки, мы на них смотрим и расширяем. Сознание там, где-то мы этот уровень свой повышаем, да, и уже не такие, как прежде. Конечно, когда решаются какие-то там задачки с детьми, да, там, когда решаются какие-то, ну, вот, ссоры, да, проблемы, и когда вы это можете переступить, и потом у вас мир, да, принятие, понятие, ну, на этом вы растёте. Да, Даньяр, вам слово. Вы ещё что-то, по-моему, да, хотели сказать про ваши результаты или вы все это сказали? По результатам я стал спокойнее относиться к проблемам, то есть не так, что, ну, они приносят мне беспокойство какое-какое, но я расслабился, то есть не так, что у меня постоянно тревога там и так далее. Я научился отпускать какую-то ситуацию, то есть не трясти всё время, что вот-вот, надо-надо-надо-надо. Стали более спокойно относиться к проблемам, это вот основное, что оно решаемо там и так далее, и так далее. То есть вот этот момент. И потом сразу на обучении, вот я хотел ещё добавить, мы с супругой взяли очень хорошее намерение, чтобы организовать эту программу по максимуму. То есть у меня ощущение, что я выполнил её на 80%, потому что у нас практики не были каждый день, но мы сразу же, она и я завели дневники, у меня электронный дневник, это для лекции. Второе, мы завели дневники для практик, то есть мы начали фиксировать свои изменения, конспективировать себя, и потом мы постарались придерживаться распорядка дня. То есть утром встали душ, щётка вошла, массаж вошёл, там утренние пранаямы и так далее, и так далее. То есть мы сделали себе какой-то график, то есть и старались двигаться по этому графику. А после обеда, а самое важное, что мы сделали, мы вот на два месяца обучения по программе постарались максимально освободить время. То есть я минимизировал свою работу, постарался, чтобы супруга тоже минимизировала всю иную деятельность, и мы занимались вот два месяца, это именно в момент обучения, именно программы. То есть мы смотрели, обсуждали, записывали и делали. Махпал Ханам даёт алгоритм. Сначала мы берём теорию, потом делаем. Ну как говорили великие люди, практика есть критерий истины, и вот именно практикой достигаются результаты. И вот постарались максимально просто выделить для этой программы время. Вы большие молодцы, да. Вы не только всё это слушали, осознавались, но вы ещё применяли. Применяли — это самое главное — делать, да. Махпал всегда подчёркивает, чем, допустим, сто раз послушать, вы 10 раз делаете, и результат лучше. Вот, поэтому, конечно, делать приучаем на программе. У вас есть кураторы, очень чувствительные, да, которые вас поддерживают, направляют, которые вам подсказывают, если что-то непонятно, какие-то вопросы, они всегда придут вам на помощь, ответят. Какой шикарный чат вдохновения, поддержка, да, мощная всех участников, да, вот там все участники вашего потока. И когда они пишут свои отзывы, да, пишут свои результаты, и вы чувствуете вот эту энергию, да, как человек радуется, да, как у него там анализы меняются, как там врачи удивляются, говорят, это не может быть, давайте перепроверим. Всё поднимают, да, там перепроверяют, а так, оказывается, как так, дайте мне ссылку на эту программу «Пять элементов». Вот, когда читаешь такие отзывы, конечно, это вас тоже очень сильно мотивирует, очень сильно мотивирует, направляет, потому что вы все в одном потоке, в одной энергии, да, вас Махпал ведёт, она практикует на вас, она медитирует на вас, она вместе с вами как-то, да, вас учит этому, да. Дает алгоритмы действительно такие, вот вы сказали, что научились отпускать, проживать эти эмоции, то есть это вас, в этом вас тоже научили, да, есть определённая практика, которая даёт эти знания, как это сделать, да, как, прям вот, древняя практика монахов, которая раньше давалась там только из уст пуста, там, избранным людям, сейчас это всё есть на программе, доступно. Это очень действенные практики, вот вы на себе почувствовали, если раньше вы были в тревожности, да, там, если какая-то проблема, в эту проблему прям в неё входили её и жили, в ней, в этой проблеме проживали, ещё больше увеличивали, да, то сейчас… А потом самое главное, вот, когда мы взяли намерение действительно внутреннее изменить нашу жизнь, вот именно в себе и в нашем окружении, вот в нашем семье, самое главное, что мы сделали, мы доверились учителю, то есть для меня это новое, для моей супруги, может, она была на трех-четвёртых потоках, например, а я всё время, это, я всё время, может, это женская программа, то есть это вот девушки собираются, обсуждают какие-то проблемы, и не очень третий, четвёртый поток, а потом, когда я посмотрел эфир выпускного четвёртого потока, когда увидел девушку Айдану с красивыми волосами, когда услышал историю девушки Алтанай, у которой были проблемы со слухом, она сейчас куратор на пятом элементе, и когда увидел Аделью с её запросами на программу, и как она это всё преодолела, знаете, у меня прям вообще сомнений не было, я тоже там разрыдался по полной программе, мы сидели вместе, рыдали, и что у меня вот тогда сомнение отпало, что это какая-то женская программа или что-то, это вот был у меня вот такой. И второй очень важный момент, как я сказал ранее, мы доверились учителю, потому что капсула, которая взяла нас буквально за руки и вот провела через все эти дебри, через все эти программы, которые мы увидели, где мозг не твой мозг, где 95% программ это записано извне, где твоего внутреннего «я» просто нету, где твое тело не высыпается, нету энергии, и ты какой-то на нуле, и весь размазанный, как шампунь-дри в одном, и собрать это вот в одно постараться. Работы, конечно, много, очень много, и где ты через своё эго, где ты там не такое, где ты занимаешься самообманом и так далее, и просто взять нас за руку, просто как маленьких цыплят, вот была картинка, где большой красивый лебедь, а за ним много таких птенцов, чёрненьких лебедей, птенцов, и это вот и показать нам путь, как двигаться, куда это идти. И самое главное, и самое главное, весь опыт её — это не теория, это практика, она говорит из практики. И мы вот доверились и тоже, да, проживали эти все эмоции со всеми, вот, и когда нам говорят, откуда возникают болезни, почему у каждой отрицательной эмоции есть своя вибрация, и почему у тебя желание не исполняется, да потому что они не сердце, вот и всё. И когда ты вот это всё осознаёшь, у тебя каждый день вау, каждый день вау, каждый день вау, вот этих вот вау, у тебя много, и вот этим драйвом ты идёшь, идёшь, идёшь и заряжаешься, и когда ты заходишь в чат вдохновение, где ты поначалу, моя супруга стеснялась делиться, ну, я тоже стеснялся писать какие-то вещи, а потом я пишу балл с поддержкой какая-то, вот. И раньше такого не было. Вау, люди радуются, я тоже радуюсь. И потом появилось ощущение, не ощущение даже, мы стали больше улыбаться. Да, здорово. Да, 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 вы стали легче, вы стали относиться к жизни по-другому, да, у вас. Вы сняли с себя это большое эго и стали просто жизнью больше наслаждаться, да? Да. А раньше считали, что всё зависит от вас. Да, да, да. Мы просто начали проще относиться к жизни. И у нас пропало вот такое вот, да, разделение, к примеру, мы раньше могли разделить, а вот этот человек может быть другого исповедания, а вот этот человек другого цвета кожи. И всё время высыпляться. И когда Махпал Хангин говорит, что мы есть единое целое, я действительно начал, и мы действительно начали понимать, что да, мы действительно одно целое, мы в одном потоке, и мы принимаем, что люди разные. И мы тоже разные. И мы тоже, Спасибо за просмотр. Я говорю, что планета, ада, ну, алхимик, алхимик. В этом мире все одно целое, и записано одно рюкой, деген сезбор болады. И в том сезоне, он говорит, что он говорит, что он говорит, что он говорит, что он говорит. Он говорит, что 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 him говорит. Я говорю, что он atheist, что-то вот этот, конечно, он говорит мне иcUn 전에不要 относиться к припартийски ко whirringе. Но иван быités учительства, генералы бы верить, número 1, Stephanie. Да, у вас на самом деле целая сокровищница сознаний. Вы такие молодцы, что смогли так много взять с этой программы, потому что каждый ученик проходит по-своему. Но вот сейчас вы рассказываете, и вы такие крутые осознания вы даёте. Большую работу проделали. Я думаю, что вы, наверное, больше, чем 80% вместе сделали. Наверное, вы на 100% прошли. Но всегда есть, конечно, куда расти, всегда есть, куда стремиться. Восхищаюсь вами, восхищаюсь. Действительно, когда семья, и когда вы равноценные, равноправные партнёры, и вот так вот друг друга поддерживаете, эти темы ещё больше раскрываете, друг другу помогаете, осознаваете, осознаваться, то вы удваиваете, если не знаю, не уделяете свою силу. Да, вот когда с семьёй... Вот я ещё раз хочу подчеркнуть, насколько важно проходить всем вместе. Вы вот сейчас и детей поднимаете на новый уровень, семью свою больше раскрываете. Конечно, приятнее намного жить, когда родители улыбаются чаще, чаще смеются, да, когда они не ругаются, когда они понимают тебя, там, ребёнка, например, да, и стараются тебе всё объяснить и не ругать. Вот, вы очень сильно выросли, мне так это приятно, так отрадно, большие молодцы. Конечно, у Макбал все уроки ценные, все уроки ценные, и каждый урок его можно несколько раз пересматривать, да, и там в каждом уроке зашифрованы много-много-много бриллиантов, да, много осознаний, и вот много посылов. И если это всё внимательно слушать и применять, делать медитации, применять в действии, там, всё делать по рекомендациям, то, конечно, как вы, все, абсолютно все, любой человек, он может повысить своё сознание, повысить. Да. Давайте, Даньяр. И потом хотел бы ещё поделиться своим впечатлением, знаете, от урока, где Макбал Ханам говорит про ценности, потому что до этого я как-то не задумывался, какие мои ценности. То есть это ценность является операционной системой твоей души, то есть то, на чём ты стоишь, это ткань твоей души, если проще говорить. И я никогда над этим не задумывался, оно было как-то по умолчанию. Это вот первый урок, который меня очень сильно поразил. Потом на одном из эфиров Макбал Ханам сказал, что не женитесь на человека или выходите замуж за человека, выходите за его ценности. То есть и что у каждой семьи должны быть свои ценности. И эти уроки прям легли очень хорошо, потому что мы начали осознавать, кто же я, из чего же я состою, и какие наши ценности, а какие наши семейные ценности. И потом для нас ещё бесценным был уроком, знаете, по родовым программам, потому что когда у каждого поколения родителей, детей, есть своё место, то есть ты не путаешь никого ни с кем, у родителей своё место, у твоих учителей великих, которые были пророки, которые были великие гуру, мастера и так далее, у них они за тобой, где твои родители, где супруги, где дети. Вот этот урок прям стоит чётко по местам, у кого какое место и куда он смотрит. И вот на этом уроке я вот поделюсь, я вот действительно почувствовал, как у меня спина прям действительно очень сильно вспотела, и был очень сильный жар в районе прям почек. Это был прям такой прорыв, о котором я никогда не знал, это вот прям сокровенные, прям сокровенные вещи, которые рассказываются на этих эфирах, и их надо ловить, буквально каждое слово записывать и прям пересматривать и читать, потому что никогда такого я нигде не читал, нигде не было. он просто был в таком шоке. Да, да. Всегда, да, всегда, МакПал, она щедра, она щедро делится своими знаниями, своими опытами, ей тоже информация приходит в потоке, вот, и она считывает каждый поток, видит какую-то одну линию, куда направить вас. Вот. Может быть, вы скажете про чат «Одохновение», расскажете, какие вам понравились отзывы. Вот в чате «Одохновение» был отзыв парня под ником «Космос». Вот у него идут очень хорошие результаты, и я вот думаю, что был бы эфир интересен именно с ним тоже. в чате «Одохновение». Да, какие у него результаты? Да, я помню, у него был инвестпроект, где он не смог вернуть деньги, потом он заключил очень хороший контракт, где-то на 160 миллионов тенге, потом пару контрактов по 15 миллионов тенге, потом он попал в ДТП, его машина пришла не в годность, но он, принимая этот вопрос, что это вот всё к лучшему, он купил по очень хорошей цене новую машину. Да, продолжаю. Да, да, то есть видно, что человек работает, и Всевышний благосклонен к нему. Да, да, изобилие идёт. Ағзия у вас какие номерей? Медия көбіне Айман деген кіседе болды, бақыштағы өзі дәргер болып, қызы да ауырып, өзі де ауырып, сол күсінің бір жазғаны асіресе, екенде калғады. Я, медитациямыз, асіресе, жымағыны болатын, пятнадцыгын болатын, медитация, оқысын пазану үшін бауырады кен, отыру құрым болғанда, сонда сол күнін әберейін жасаған, осы ауырыннан өлкетсен, бүгін осы медитациян жасаймын деген, ниетпен отырады да, үшінші құрып, сол ғынғы медитациясы өте келемет болады, даже арқасы да ауырымайды да, сонда соншалықта адамның ниеті, көп нәрсені шешетін бірдің көрсететті. Оден кен жаңа деген қыз болды. Ол мен сияқты үшінші паток, түртінші паток, бесінші паток қақын қатсы ұшы күсі. Ол өткен патоктарда баласы бір үлкен оқу ғапс күйін жазған болатын, жаңадан лексус машин алған жазған болатын. Ал осы жолы, мен сияқты осы жолы байқағаным көп асызнайнасы енді келген деген көп жазды, осы жатта. Яғни емсал бұрын әнілеріне, сүңілеріне басқаша көз қарасынен қарайтын болса. Мұсал әнісі семейіні екенде өзің семейасын жақсы қарайтын. Ау бұрын өлеткен ол ғандай. Айел өліп қалған, айел жанды деген сәтті болады. Сол әде болайтын едім дейтті, не өл құдырш көкен, қазір күтті. Және де өзің екі олына, өзің қатты жақсы көруге ұқсап көрмейтін дейтті. Өйткен мен бұл дүйінден кетіп қасам, олар қатты страдат етпесін, маған қатты жақын болып қалмасын деген сәтті. Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Дарят им кольцо с бриллиантом, прекрасные у вас какие изменения, тоже изобилие. И поздравляю ещё раз вас с вашим интересным положением, с беременностью, с ожиданием четвёртого ребёнка. Это наикрутейший результат ваш на пятом элементе. Я вас поздравляю души, желаю вам процветания, процветания и увеличения вашего рода. Да, скажите, ваше пожелание души, Махпал, может быть, вы хотите сказать что-то? Да, хотим сказать, я немножко хотел бы добавить касательно чата вдохновения. Вы знаете, когда Махпал говорит, что ты должен присоединиться к позитивной энергии другого и искренне порадоваться, это вот знаете, мы осознали это и думали, вот есть такое чувство, как зависть. Например, кто-то купил квартиру, у кого-то всё жикарно, и у человека, хочешь не хочешь, получается какая-то внутри зависть. Но мы, знаете, как подумали, и мы посмотрели очень хорошо к этому, все блага приходят от Всевышнего. И когда человек кому-либо завидует, то это получается, что он берёт на себя право судить о том, как Всевышний должен распределять свои блага. А это прям противоречит воле Всевышнего. И был вот такой момент, когда ты искренне радуешься успехам других людей, именно искренне, и что ты тоже прицепляешься, и ты тоже с ними в потоке, и Всевышний тоже будет благосклонен к тебе по-любому. Потому что правильные действия всегда приводят к правильным результатам. У кого-то раньше, у кого-то позже и так далее. Но результат от этой программы он всегда будет. Потому что не бывает так, чтобы ты что-то вложил, энергию, ресурсы, деньги, всё сделал, а тебе Всевышний ничего не дал. Такого не бывает. Такого просто не бывает. И если ты честно поработал, если ты вложился, если ты постарался, Всевышний всегда тебе даст. И у тебя всегда оно будет. И ты должен всегда держать свой ментальный детокс в порядке. Что мы стараемся делать, но иногда выходим в сторону, обсуждаем и так далее, и так далее, и так далее. Но мы следим за ментальным детоксом друг к другу. К примеру, когда мы немножко наругали наших детей, а хорошо здесь мы немножко посильнее надавили. Хорошо отматываем назад, просим прощения, обнимаемся, играем, и так далее, и так далее. То есть выходим-входим. Потом есть такое выражение. В чём разница между адом и раем? Это вот всё одинаково. Красивые застолья, красивые люди сидят, но вот в аду у всех у них длинные ложки, и каждый хочет положить себе в рот. Но так как ложка длинная, никто не может наесться. Это неудобно, и все голодные. А отличие Рая в том, что все сидят за таким же столом накрытым, у всех такие же длинные ложки, но они кормят друг друга. Но они, получается, кормят друг друга, то есть делают вклад и делятся. И в этой связи, Асиль, у нас есть, так как мы идём на ашрам, у нас есть свои цели, задачи. Мы вот хотели бы тоже взять такое намерение, если у нас реализуются цели в области образования наших детей и по недвижимости. У нас есть некоторый список целей по ашраму. Мы намереваемся, Клай Фолоса, подарить участникам несколько участий на именно пятый элемент Клай Фолоса. Вот мы хотим взять такое намерение, чтобы наш мозг потом не отматывал это назад, ничего не обесценивал. Вот сейчас прям, чтобы сделать какой-то свой позитивный вклад в этот мир, в участников, в ту программу, в которой мы развиваемся, в которые мы смотрим вдаль и так далее, и так далее. И потом хотел бы сообщить участникам, тем ребятам, кто на предобучении, предобучение, оно тоже очень важно. Если вы сделали предобучение очень хорошо, у вас результаты пойдут сразу же, потому что здесь разделение условное предобучение, потому что предобучение — это то же самое обучение. И ваше действие на предобучении, как вы восприняете информацию, естественно, отдастся волнами на последующем вашем обучении. И потом третий момент, мы говорили «отдохновение», и вот, вы знаете, формируется интересное сообщество людей, разных людей, разных профессий и так далее, и вы будете являться частью позитивного общества. То есть это тоже очень большой восторг, потому что быть причастным к какому-то обществу, делать какие-то блага в нём и просто кайфовать от этого — это тоже большой-большой плюс программы. Спасибо вам большое. Нам уже нужно заканчивать эфир. У нас есть определенное время. Буквально, просто чтобы дополнить. Искренне благодарим Всевышнего за то, что Он нас направил на этот путь трансформации. Благодарим Махпал Ханнам, благодарим вас, наши кураторы, вас, Осель, всех-всех-всех, и всех участников, которые были сопричастны, у которых были положительные отвлеки, суперрезультаты. Ребята, понимаете, жизнь — она очень короткая штука. И в тот момент, когда вы будете проживать каждую минуту своей жизни осознанно и счастливо, это и есть, и это и есть, называется жизнь. И пятый элемент — это реально путь к этому. Если участвуйте, участвуйте обязательно со своими парами. Это намного вам облегчит дорогу. Есть очень хорошее выражение великих людей. Оно звучит примерно так. Если ты хочешь пойти быстро, иди один. А если ты хочешь пойти далеко, иди вместе. Вот так что будьте вместе, едите на пятый поток. Оно того стоит. И не гусите этот шанс прожить свою жизнь именно по-настоящему. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 Ахмед. Ахмед, мне было очень-очень приятно с вами сегодня провести эфир. Я получила невероятные эмоции, столько всего. Вы мне тоже дали какие-то осознания. Спасибо. Я вам желаю процветания, долголетия, чтобы ваша семья увеличивалась, да, и ваши мечты исполнялись. Спасибо. У вас прекрасное намерение. Пусть это не может поплатиться, да, и вы подарите надежду еще многим-многим людям и своим примером, да, покажете. Мы будем рады. Спасибо. 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 Спасибо.